Девушки отдыхают Вы еще предложите университету и боитесь ли вы своих противников? У меня противников нет. У соперников. Конкурентов, может быть, так правильнее. Нет, не боюсь, мы же, в общем-то, как... Подождите, две секунды. Ты скажи, когда работаем. Все, работаем. Спасибо. Итак, боитесь ли вы своих соперников, конкурентов? Нет, не боюсь, мы, вообще-то говоря, все же из одного университета. Мы друг друга знаем уже не один десяток лет. И как ученых, и как профессоров, и как просто членов одного коллектива. Что же бояться-то? Нет, не боюсь. Да я думаю, что это и не та тема для разговора. Насчет того, зачем иду. Ну вот я перечислил уже, так скажем, некоторые направления, где есть некоторые результаты, положительный результат. Но хотелось бы еще и продолжить. Понимаете, вот я считаю, когда можно, так скажем, остановиться и дальше не участвовать в развитии того или иного дела, того или иного процесса, это когда он стал стабильным. Вот сейчас сказать, что вот все это стабильно и системно происходит, я вот пока так вот на себя ответственность не возьму. Но мне хочется, чтобы это дошло до уровня, чтобы дальше в университете, это независимо от того, кто будет ректор, чтобы это уже работало само на себя. Или вернее, само на университет. Выйти на такую стадию, не только вот в тех процессах, о которых я говорю, вообще в любых процессах в жизни, это требует пристального внимания самого разработчика или самого внедрятеля. Вот в данном случае я под этим человеком или перед этим внедрятелем понимаю себя. Некоторые гарантии того, что это не сорвется, но это должны быть на каком-то этапе времени. Вот то есть, иначе говоря, поддержать и развить то, что уже заложено, потом, в конце концов, достроить этот главный корпус, чтобы университет, получив дополнительные площади, мог бы, так скажем, свободнее вздохнуть в плане, так скажем, комфортности и обучения, и работы преподавателей, сотрудников. Сейчас все-таки у нас тесновато, что ни говори. И есть еще, так скажем, желание все-таки дальше продвинуться в плане развития вот этого инновационного пояса предприятий. Еще не все, не все на разработке университета мы реализовали, и, как сказать, коммерциализировали, слово такое назвали, но, в общем, правильное слово. Вот в этом направлении тоже. И еще одно направление, вот мне кажется, что оно тоже сейчас начинает только развиваться, только по всей России, в связи с вступлением в силу закона в образовании, который с 1 сентября 2013 года пошел в работу, это создание базовых кафедр на предприятиях-работодателях и, соответственно, открытие научно-исследовательских лабораторий на базе организации научного и образовательного сектора. Вот сейчас эти процессы только пошли, и вот мне бы хотелось... Зачем это нужно? Вот если мы создадим свои кафедры, ну я буду говорить про свою физику, про свою кафедру, значит, а если мы создадим кафедры в АНИПе, в ПО Эльтыш, в завод Козитского, ЦКБА, завод Попова, то тогда на этих кафедрах будут работать прежде всего ведущие специалисты этих предприятий с нашими студентами. Это будет, соответственно, обеспечивать материальную базу, лабораторную базу, это тоже будет обеспечивать предприятия современнейшим оборудованием. Университет такого, не только наш, любой другой в России, такого не потянет никогда, постоянно меняется оборудование и технология. И это будет очень жесткая, на мой взгляд, связка между партнерами предприятия-университет, научной организацией-университет. Когда такой конгломерат станет действительно уже неразделимой структурой, тогда и качество выпускников, и надежность в нашем трудоустройстве, и, соответственно, внедрение научных разработок тоже будет иметь место более интенсивно и активно, и результативно, нежели сейчас. Вот эта задача, мне кажется, сейчас является одной из приоритетных. Я знаю, как это делать, потому что у меня уже с предприятиями, правда, пока я был филиал кафедры, но он уже работал, уже 15 лет. Мы с ними приборы строения, ПВРТ, штаповую систему. Еще до вступления закона уже мы это дело сделали. То есть, будем так говорить, не имея нормального федерального правового поля, правового норматива, но, тем не менее, этот процесс уже шел. Не только у нас. Просто сейчас закон позволяет это делать уже легитимно. Значит, Леонид Азимирович, что если вдруг вы не выиграете выборы, и вместо ректора займет другой кандидат, то, что эти все программы уйдут куда-то из университета, потому что новый ректор задумает что-то новое. Или вы все-таки будете, я не знаю, помогать. Понимаете? Где в случае провала, так скажем, выборной кампании, кем вы себя ведете? Вот все, что я обозначил, я буду выполнять в любом случае, потому что я останусь профессором, я останусь заведующим кафедрой. И, в общем-то, в своем формате, в другом, не таком широком, но это будет реализовано в любом случае. Все позиции, которые я обозначил, они так или иначе присутствуют на кафедре экспериментальной физики и радиофизики. У меня тут сомнений нет, что дела у меня меньше не станет. Насчет того, что как придет новый ректор, ну, ради бога, пусть он думает. Я обозначил эти тренды, я же не скрываю, что они полезны университету, и что надо это развивать. Возьмется он за это направление и сможет потянуть эти направления я. Да ради бога, я только могу помочь в том или ином статусе, все равно в университете работать. Я не хочу из него ходить, это мое детище, я его дитя. Не могу не задать вопрос, да, потому что... Продолжение следует...